Привет, друзья! Сегодня понедельник, а это означает не только начало первой в мае пятидневной рабочей недели, но и 112-й выпуск еженедельных новостей Android. Мы начинаем! Китайская компания OnePlus распродала почти все запасы 128 гигабайтных смартфонов OnePlus 3T, возникший из ниоткуда дефицит товара производитель объяснил надвигающейся презентацией нового флагмана и необходимостью перенастройки производственных мощностей с учетом ее особенностей. Так как OnePlus весьма небольшая компания, мы вынуждены уделять внимание только одному флагману. По этой причине мы вынуждены снять с продажи модель OnePlus 3T на 128 гигабайт. Однако, можете быть уверены, мы продолжим его поддержку, отметили в пресс-службе компании. Несмотря на собственные заявления представителя OnePlus, впоследствии объявили, что собираются поставить на рынок еще как минимум одну партию OnePlus 3T. Смартфон будет продаваться вплоть до презентации OnePlus 5 и еще некоторое время после нее. Информация о снижении цен отсутствует. Ранее стало известно, что следующий флагман компании получит в своем названии сразу пятый номер. Технически это решение может быть оправдано тем, что в модельном ряду OnePlus действительно присутствовало 4 флагмана, последний из которых получил добавочный индекс 3T. Xiaomi продолжает покорять вершины российской розницы, пишут ведомости со ссылкой на отчет официальных представителей местного рынка. На этот раз китайский производитель занял четвертое место по продажам через интернет, выступив позицию лидера только таким монстром индустрии, как Samsung, Apple и Huawei. По итогам марта 2017 года доля Xiaomi в онлайн-рознице составила 9% в штучном выражении. Такими данными делится в пресс-службе NVIDIA. Значительный спрос на смартфоны компании в интернете вызван высокой популярностью бренда среди молодежи, знавшая о его существовании еще до выхода на российский рынок. Эксперты прогнозируют, что в будущем доля Xiaomi в онлайне будет только расти. Во многом это связано с действиями официального представителя вендора в России по прекращению серых поставок. Согласно официальным данным, теперь вся техника Xiaomi, поступающая в страну нелегально, задерживается на таможне. Впрочем, говорят исследователи рынка, дабы обрести еще большую популярность, компания должна приложить усилия по продвижению фирменной продукции и в офлайновой рознице. Многие потребители по-прежнему опасаются совершать покупки через интернет, предпочитая им самостоятельное посещение физических павильонов. Китайская компания Lenovo провела очередную презентацию, в рамках которой представила фирменный фитнес-браслет SmartBand HW01. Новинка стоимостью 30 долларов США отличается аскетичной внешностью и призвана составить конкуренцию Mi Band 2-го поколения от Xiaomi. Устройство оснащено 0,91-дюймовым дисплеем, выполненным по OLED-технологии. На него будет выводиться актуальная информация о состоянии браслета, об израсходованных калориях, количестве пройденных пользователем шагов и частоте сокращения его сердца за минуту. Несмотря на довольно малую емкость встроенного аккумулятора, равную 85 мАч, Lenovo заявляет не менее 5 дней автономной работы в стандартном режиме. По стандартным режимам производитель подразумевает круглосуточное оповещение о входящих сообщениях, мониторинг сна и подсчет шагов. В отличие от разработок большинства конкурентов, SmartBand HW01 может похвастаться функцией умного будильника. Благодаря ей браслет будет самостоятельно определять наиболее подходящее время для побудки, предоставляя полноценные сведения о качестве сна владельца. Сам производитель акцентирует внимание на предрасположенности SmartBand HW01 к работе даже в самых экстремальных условиях. Силиконовый ремешок, плавно переходящий в корпус устройства, способен выдерживать резкие перепады давления и температуры до минус 70 градусов по Цельсию. Samsung придумала, как привлечь внимание к восстановленным Galaxy Note 7, сообщает The Investor со ссылкой на информированные источники. Розничная цена фаблета будет еще меньше, чем предполагалось ранее и вдвое ниже оригинальной модели. Как сообщают собеседники издания, Galaxy Note 7 R, именно под таким названием восстановленная модель появится в рознице, поступит в продажу с 50% скидкой от своей первоначальной цены. Если эти сведения верны, то в Соединенных Штатах смартфон будет стоить порядка 430 долларов. В этом случае Samsung окажется в крайне выгодном положении, не только сбыв с рук фактически неликвид, но и увеличив долю собственных продуктов на рынке. Ожидается, что Galaxy Note 7 R сохранит практически все характеристики своего предшественника, а единственным отличием восстановленной версии от той, что производитель предлагал на старте продаж, будет уменьшенная на 10% емкость аккумулятора. Qualcomm пополнила линейку своих мобильных чипсетов еще двумя аппаратными платформами, анонсировав Snapdragon 660 и Snapdragon 630. Первый из них является преемником Snapdragon 653, в то время как второй заменит собой Snapdragon 626. Новые чипсеты предназначены скорее не для флагманов, а для более скромных девайсов, которые пользователи хотели бы также видеть достаточно современными и производительными. Snapdragon 660 изготавливается в соответствии с 14-нанометровым технологическим процессом. Максимальная тактовая частота его центрального процессора на основе ядер края составляет 2,2 ГГц. Следует отметить, что он стал первым чипсетом Snapdragon линейки 600, в которой нашли свое применение ядра края. Как и в Snapdragon 660, в Snapdragon 630 также нашел себе применение новейший модем Snapdragon X12 LTE. Чипсетом обеспечивается поддержка Wi-Fi 802.11ac, Wave 2.0, Bluetooth 5.0 и адаптивный налад к антенне. Реализована и поддержка USB 3.1, Qualcomm Spectra 160 ISP, съемка 4K Video и Quick Charge 4.0. Технология, которая позволяет очень быстро заряжать аккумулятор девайса. В устройствах на базе чипсета Snapdragon 630 могут использовать дисплей с разрешением 1080p. Snapdragon 660 уже сейчас доступен производителям устройств, и девайсы на его основе начнут появляться в конце текущего квартала. Что же касается Snapdragon 630, то его доступность вендорам будет обеспечена в конце мая 2017 года, и устройства с его применением станут появляться только в следующем квартале. Вот и все на сегодня. Ждите новый выпуск ровно через неделю. С вами был Артем. Пока.